По каким земельным участкам проложат газораспределительные сети в Заволжье? Этот вопрос обсудили на публичных слушаниях в поселке Сосновка. Публичное слушание по межеванию участков для строительства газораспределительных сетей полный зал не собрали. Возможно, потому что прошли в рабочее время в будний день. А может быть, потому что жители уже не верят, что газ придет раньше, чем вырастут их внуки. Голубое топливо здесь ждут много лет. Дровами топим, как в прошлом веке. Это дорого? Это дорого и неудобно. Дрова сейчас очень дорогие. Чтобы их выписать, привезти, еще распилить, расколоть пенсионерам, это очень сложно. Газ нам обещают давно. Поэтому собираемся, собрались для того, чтобы узнать, когда же это давно наступит. В этот раз процесс зашел дальше, чем когда бы то ни было. Публичные слушания проходили по магистральным сетям. Уже проходили. А сегодня уже идут по сетям газораспределения, доходящим до потребителей. Это среднего давления сети. Это следующий этап. Потом еще один этап будет. Это газораспределительные сети низкого давления, которые должны дойти до каждого потребителя, до каждого индивидуального жилого дома, если собственники этого дома захотят пользоваться газом. Этот этап позволяет, надеется, процесс идет. Процесс долгий. Можно ожидать в 2021 году первый газ. Процесс долгий в том числе, потому что прокладка сетей может затронуть интересы собственников земельных участков, по которым эти самые сети пройдут. Урегулировать все нюансы нужно еще на этапе проектирования. Что касается заволжских поселков Северный, Октябрьский и Пролетарский, то здесь по частным участкам сети не проложат. Никакие частные земли не затрагиваются. Все проходит по землям либо муниципальным, либо находящимся в государственной собственности. Для Сосновки проект строительства сейчас тоже готовится. Впрочем, жителям в любом случае придется запастись терпением. В первую очередь на газ переведут котельные и социальные объекты. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.